Британский лев снова рвется в драку с русским медведем. Армии и войны, военное обозрение 27 ноября 21.10 Британский лев снова рвется в драку с русским медведем в Лондоне считают, во сколько обойдется война с Россией. Светлана Гамзикова комментария в просмотров 1782. Фото, DPA slash DAS, материал комментируют. Дмитрий Дрозденко. Юрий Кнутов. Если Великобритания хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией, ей стоит пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года. Соответствующие рекомендации содержатся в докладе Британского объединенного Королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны. Руси, выдержки из которого публикуют. The Daily Telegraph. Аналитики Руси считают, что в случае столкновения с Россией ее вооруженные силы будут значительно превосходить и опережать британские, в результате чего вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи. Чтобы этого избежать, они предлагают либо увеличить расходы на создание дорогостоящего высокоточного оружия, либо отказаться от обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам. Кассетные бомбы, чаще всего в конфликтах применяются именно авиационные бомбовые кассеты, содержат до 200 зарядов, которые накрывают большую площадь. Отчего подобное оружие очень эффективно против рассредоточенных целей, в первую очередь, для борьбы с пехотой. Противники, однако, утверждают, что боевые элементы этих бомб не всегда срабатывают при контакте с землей. И даже годы спустя могут представлять огромную опасность для мирного населения. Читайте также, Су-57, что в российском самолете не нравится индусам смогут ли ВВС Индии, отказавшись от нашей машины, обзавестись истребителями пятого поколения. 1 августа 2010 ГО в силу вступила Конвенция о запрете подобных боеприпасов, разработанная двумя годами ранее на дипломатической конференции в Дублине, Ирландия. Участники соглашения, на данный момент его подписали 103 страны, обязались не применять кассетные боеприпасы, не разрабатывать их, не приобретать и не передавать другим. Имеющиеся запасы должны быть уничтожены. Между тем, США, Россия, Китай и еще ряд стран крупнейших производителей такого вида вооружений к этой концепции не присоединились. Россия, в частности, исходит из того, что причины гуманитарных проблем лежат в плоскости ненадлежащего применения кассетных боеприпасов, в отходе от норм и принципов международного гуманитарного права, а не в природе самого оружия. Поскольку любые боеприпасы потенциально опасны и негуманны. Что касается американского военного ведомства, то там намерены использовать кассетные боеприпасы до тех пор, пока им на смену не придут столь же эффективные. Теперь вот и Британия решила пересмотреть свое решение по кассетным боеприпасам, чтобы не проиграть битву с Россией, как они мотивируют этот шаг. Однако не совсем понятно, какое преимущество это им даст и как спасет от наших тополей и ярцев. Ведь если, действительно, по-настоящему вспыхнет, кассетники будут наименьшей проблемой для всех. Британцы прекрасно осознают, что отказ от кассетных боеприпасов носит формальный характер, комментирует ситуацию военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Никакой реальной ценности для Минобороны Великобритании эти боеприпасы не представляют. Их применение в случае ядерного конфликта большого преимущества не дает. На мой взгляд, весь этот шум, скорее, поднится тем, чтобы как-то повлиять на общественное мнение и на политическую обстановку. Такие политические игры, связанные, в том числе, и с Brexit. То есть, важно показать, что Великобритания очень миролюбивая. Она даже отказалась от применения кассетных бомб. Но вот из-за агрессивной России, которая якобы угрожает ее спокойствию, теперь должна вернуться к их разработке и производству. Хотя, если мы говорим о британской военной технике, то она довольно широко применялась и в Афганистане, и в Ираке в свое время. И кассетные боеприпасы, кстати, тоже активно использовались. СП, есть данные, что только в Ираке за 1-2003 год британскими военными было использовано более 100 тысяч кассетных снарядов. История с белыми касками тоже многое раскрывает. Показывает подлинные цели британской дипломатии. И этот доклад тоже часть политической игры, но связанная с чисто военными аспектами. Например, с оборонным бюджетом. Англичане, конечно, попытаются добиться увеличения военных расходов якобы под разработки высокоточного оружия. Думаю, эту кампанию точно будут разруливать. Хотя бы в силу того, что недавно мы показали американцам свой авангард и уже на подходе другое наше высокоточное оружие. А на что способны наши калибры, и почему они значительно превосходят томогавки, британцы знают. Поэтому авторы доклада нагнетают ради увеличения военных ассигнований с одной стороны. С другой стороны, чтобы поддержать агрессивную риторику консерваторов. И в частности, премьера Бориса Джонсона, ярого и активного русофоба. Лейбористы менее настроены на гонку вооружений. Но, опять же, это внутриполитические игры. И, с точки зрения военной, никакого смысла не имеют. СП, почему? Потому что военная промышленность Великобритании не настолько крупная и мощная, чтобы произвести такие объемы высокоточного оружия, которые нам бы могли угрожать. Но для поддержания собственного ВПК это самый беспроигрышный вариант. Они пугают угрозами, которые якобы идут от Москвы. Требуют наладить производство высокоточного оружия. Соответственно, начинается вливание в военно-промышленный комплекс. Начинают работать смежные с ВПК отрасли. Зарплаты рабочих повышаются, безработица снижается. На самом деле, это такой примитивный способ раскрутки экономического роста. Что крайне выгодно сейчас консерваторам не надо забывать, что в декабре в Великобритании должны пройти досрочные парламентские выборы. То есть, правят на данном этапе политика. В военном отношении выводы британских экспертов это исключительно популистская акция. А для нас их угроза совершенно несерьезная. СП, вообще-то, последний раз Британия сталкивалась с Россией в Крымскую войну. Это середина 19 века. Причем, воевали они тогда тоже не в одиночку против нас, а вместе с французами и турками. И вот опять гипотетический сценарий. Я бы назвал это внутренним психозом. Он свойственен англичанам уже не один десяток лет. Ихбандиана сериала «Багянти-007», который смотрит во всем мире, он ведь тоже, в определенном смысле, замешан на этом нестабильном состоянии. В Великобритании все это воспринимают как реальность, как чуть ли не документальную историю о том, как русские за ними постоянно шпионят и что-то у них крадут. Все время подливать масла в огонь, когда речь заходит о России, стало обычной практикой для большинства британских политиков. Они на этом сегодня зарабатывают политические очки. Проще всего спекулировать на страхе обывателя, на страхе простого человека перед ядерным пожаром. Для этого и культивируется образ России врага, чтобы в русских видели агрессора, который хочет развязать эту войну. В предвыборных баталиях это существенный козырь, который позволит на ровном месте заработать себе очки. СП. А все же, почему Россия не стала присоединяться к конвенции по кассетным боеприпасам? Мы не можем отказаться от кассетников, потому что американцы не отказываются. Это то же самое, когда американцы говорят, давайте отказываться от ядерного оружия. Мы отказываемся. Англия, Франция остаются с ядерным оружием. И что дальше? А дальше мы оказываемся просто в глупом положении. Здесь точно такая же ситуация. Россия подписывает конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов. США продолжают это вооружение разрабатывать, развивать и совершенствовать. Российские мистрали топят на берегу в борьбе за выгодный заказ интереса ВМФРФ. Наш бизнес учитывает в последнюю очередь. Что касается экспертных суждений и авторов британского доклада, то это обычный процесс лоббирования оборонных расходов. В данном случае, фирмы, которые будут выпускать боеприпасы, через этот институт проталкивают идею о необходимости возврата к производству кассетников. А те, что специализируются на высокоточном оружии, лоббируют, естественно, новые высокоточные ракеты. Обратите внимание, авторы доклада подчеркивают, что конфликт гипотетический. Англия вряд ли будет выступать одна, потому что она член НАТО. И все понимают, что Россия нападать на блок не будет. Россия адекватно оценивает ситуацию. Об этом Путин много раз говорил, что это абсолютно обессмыслиться. Но для ВПК Британии это способ выбить дополнительные бюджеты. Причем, начнут тратить и на новое кассетное, и на новое высокоточное. В результате, скорее всего, будут и то, и то производить. Ни о каком гуманизме даже не вспомнят. Я просто напомню, как британские ВВС и ВВС США ковровыми бомбардировками сравняли с землей немецкий город Дрезден, хотя Германия уже фактически капитулировала. Думаю, у них нет, и не будет каких-то рефлексий в этом смысле и в будущем. Международное положение, Украина и Европе, без атомной бомбы разговор с Путиным у нас не получится. Новости мировой политики, Оливер Стоун назвал американских политиков чокнутыми.